МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Власть. Открытая политика» в студии Юлии Абрамовой. И сегодня главная тема развития сельского хозяйства. У нас в гостях председатель комитета АПК Курской области Иван Горбачев. Здравствуйте, Иван Васильевич. Добрый вечер. Я напоминаю телезрителям, мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть вопросы, вы можете позвонить к нам в студию и задать их. Сделать это можно по телефону 70 35 15 или на официальном сайте нашего телеканала 7info.ru в разделе онлайн. Иван Васильевич, сейчас с полным ходом продолжается уборочная кампания. Техника работает в полях в основном с кукурузой и сахарной свеклой. Какие цифры на сегодня? Насколько радует нас урожай? Чего по планам добьемся в итоге? Этот год у нас сложился неординарный. Для сельхозникова, можно сказать, неплохой. Но достаточно сказать, что по Российской Федерации уже мы ушли валом производства зерна за 105 миллионов. Мы основные площадя, которые были под уборку, на сегодняшний день убрали. Имеем в своем активе 3,6 миллиона тонн зерна. Неплохая урожайность за 43 центера на сегодняшний день. Но нам еще предстоит убрать довольно-таки большое количество и других культур. Ну, достаточно сказать, что на сегодняшний день еще убирать 7 тысяч гречки. На сегодняшний день у нас к уборке практически 130 тысяч гектаров подсолнечника. Сегодня большое количество еще убирать. Общая площадь в пределах также 130 тысяч – это сои. И самая главная культура, которая у нас еще осталась, 156 тысяч – это кукуруза на зерно. Это поздние культуры, и мы всегда их убираем, начинаем убирать во второй декаде сентября. Для этого ведем подготовку к уборке, то есть делаем диссекацию для того, чтобы убрать без потерь и с хорошим урожаем. На сегодняшний день надо сказать, что уже на многих площадях диссекация сделана. Их хозяйства приступили и убирают также и сою, и подсолнечник. И буквально вот на сегодняшний день 4 района приступили к уборке кукурузы. Хочу сказать, что кукуруза сегодня основная стратегическая культура и в Российской Федерации, в том числе и у нас в области. Я сказал, какая площадь. Районы сегодняшний день вот начали убирать. Хочу сказать, по Беловскому району идет за 100 центеров кукуруза. В Солнцевском районе в пределах 80 центеров. Ну и самое сегодня пониже это 60 центеров. То есть урожайность сегодня колеблется от 60 до 100 центеров. Если данная урожайность сохранится и дальше, то мы имеем реальную возможность получить кукурузы более миллиона тонн. Если кукурузы получаем более миллиона тонн, складываем с ранними зерновыми и созимыми, то у нас реально может быть валовое производство зерна в пределах 4,5 миллиона тонн зерна. Это солидная цифра. Если так брать в масштабах Российской Федерации, а я внимательно отслеживаю, то это довольно-таки солидный показатель. И мы, как и все годы, войдем в первую десятку зернопроизводящих регионов Российской Федерации. А для Курской области, наверное, вообще рекорд? Да, для Курской области такой и урожайность, будем так говорить, и такое валовое производство, это, конечно, рекорд. Это вот то, что касается зернового направления. Да, сегодня мы ведем активную уборку сахарной секлы. В этом году, как никогда, сельхозтоваропроизводители, учитывая опыт прошлого года, то, что часть выдувала площадей у нас, и то, что сахарные заводы испытывали некоторые недостаток сахарной секлы. В этом году сельхозтоваропроизводители посеяли 115 тысяч гектар сахарной секлы. Но достаточно сказать, что где-то в третьей декаде августа ряд сельхозтоваропроизводителей приступили к уборке сахарной секлы. На сегодняшний день мы убрали 25 тысяч гектар сахарной секлы. Еще убирать у нас практически 90 тысяч гектар сахарной секлы. Буквально до вчерашнего дня средние темпы копки у нас были в пределах 1 тысячи. На сегодняшний день уже мы практически вышли на 2 тысячи гектар. На сегодняшний день мы уже накопали сахарной секлы больше 1 миллиона. А если поточнее, 1,1 миллиона тонн. Большая часть сладких корней перевезена сегодня уже в пределах 600 тысяч на сахарные заводы. Радует то, что в этом году работает сеть 9 сахарных заводов. Инвесторы и руководители данных предприятий в этом году вложили довольно-таки большую сумму сахарных заводов. Более 2 миллиардов рублей. Достаточно сказать, что в один только Золотухинский сахарный завод, мы когда проводили семинар, говорили об этом, больше миллиарда рублей вложено в реконструкцию и модернизацию данного завода. Ну и в другие сахарные заводы в пределах 1 миллиарда. Я хочу сказать, что буквально в последнее время у нас практически все сахарные заводы вышли на свою производственную мощность. У нас только где-то наполовину вышел Золотухинский сахарный завод. Есть основания на то, что в ближайшее время тоже там большая работа, конечно, проведена и пусконаладочная работа. И сегодня довольно-таки не совсем все так, получаясь, так и хотелось бы. Но где-то наполовину мощности он своей вышел. То есть задача сельхозтоваропроизведения на этой неделе, как бы к концу недели уже необходимо выходить на копку 3000 гектар. А мы имеем такую возможность. Мы располагаем сегодня достаточно хорошей современной техникой с той целью, чтобы у нас в октябре месяце закончить копку сахарных сверклов. Средний запас на сахарных заводах сегодня у нас на 4 дня для работы с той мощностью, которая есть. Но мы сегодня рекомендуем сахарным заводам, учитывая, что там в ближайшее время планирует, значит, вот, или есть такая возможность, что ухудшится погода, вот, возможно, пойдут дожди. Поэтому мы и просим, и рекомендуем сегодня всем сахарным заводам иметь недельный запас сахарной сверклы с той целью, что если пойдут дожди, будет затруднена подвозка, значит, вот, чтобы был некий резерв для того, чтобы не остановились сахарные заводы. Что касается качества сахарной сверклы в этом году, конечно, качество сахарной сверклы по дегесте несколько хуже, чем в прошлом году. Ну, достаточно сказать, что на эту дату в прошлом году у нас была дегестия 17%, на сегодняшний день она у нас 15%. Но, более того, хотел бы сказать, что когда мы в августе начали копать, значит, вот, да, в третьей половине, что в третьей декаде дегестия было всего 13%. Это из-за дождей? Да, да, да. Но это прежде всего из-за того, что ранее шли довольно-таки интенсивные дожди, вот, и дегестия, значит, вот, в корнях накапливалась, ну, недостаточно так хорошо, как нам бы хотелось. Но на сегодняшний день мы уже имеем 15%, и с учетом вот этих вот погодных условий, которые сегодня складываются, дегестия практически с каждым днем увеличивается. Увеличивается. Но есть, вот, еще один показатель, довольно-таки солидный, это прежде всего урожайность. Если в прошлом году на эту дату у нас была средняя урожайность по области в пределах 400 центеров с гектара, то на сегодняшний день она уже идет у нас 450 центеров с гектара. То есть, если такая урожайность у нас будет, она каждый день у нас практически увеличивается, то в этом году есть реальная возможность у нас в нашем регионе плотную приблизиться к 5 миллионам тонн сахарной свеклы. Вот, такого валового производства у нас еще не было никогда, значит, вот, в Курской области. Более того, хотел бы сказать, что у нас сегодня где-то в пределах десятка районов, которые сегодня уже среднюю районную цифру по урожайности имеют от 500, 600 и выше. Ну, достаточно сказать, что такие районы несколько, ну, там, Беловский в этом плане очень хорошая урожайность за 600 идет, Глушковский за 500 идет, под 600, вот, Сужанский, значит, вот, район. Ну, и ряд других районов. Ну, то есть, мы в этом году планируем, значит, вот, получить довольно-таки солидный объем сахара, значит, вот, который могут вот в пределах, там, 470 тысяч тонн. Иван Васильевич, извините, что перебиваю, но у нас вот что касается переработки и вообще, в принципе, сельского хозяйства, очень много вопросов интересуют телезрители. У нас есть первый вопрос, который поступил к нам на сайт буквально вот только что. Галина Петровна спрашивает. Вы говорили про уборку подсолнечника. А производится ли у нас подсолнечное масло? И если да, то где его купить? А если нет, то нужно ли нам это? Хочу сказать, значит, что культур, значит, вот, подсолнечника и других технических, из которых сегодня производят масло, мы у нас в области уже научились получать. И в пределах 500 тысяч получаем, значит, культуры. Ну, вы знаете, это подсолнечник и другие культуры. Некая проблема у нас по переработке имеется. У нас небольшое, значит, в пределах, там, 12-13 тысяч переработка подсолнечника и масляничной культуры, значит, имеется в Корнинском районе, вот, имеется у нас в Баянском районе, имеется в Сужанском районе. Но эти производства, они незначительные, 12-30 тысяч и так далее. А нам надо в Курской области перерабатывать как минимум 500 тысяч тонн масляничных культур. Мы в последние годы этой темой активно занимаемся, значит, вот, и бывая на различных мероприятиях, вот, в Москве и на Золотой осени, и, бывая, значит, вот, в официальных поездках в других регионах, постоянно представляем свой интерес, свои данные по строительству, вот, допустим, данного объекта, прежде всего, значит, вот, маслоперерабатывающих, значит, вот, предприятия, то есть, завода. Но пока что нам на сегодняшний день не удалось это сделать. Хотя этот вопрос стоит на сегодняшний день остро, потому что часть этих объемов, о которых я сказал, они вывозятся в соседние регионы, а нам бы хотелось их, конечно, перерабатывать у себя. То есть, тема эта есть, она не снимается с повестки, и мы, вот, постоянно, и губернатор Александр Николаевич, и мы пока, значит, вот, работаем, значит, над привлечением инвесторов в наши регионы. А дело в том, что это дорогое удовольствие построить собственный завод по переработке подсолнечника. Почему инвесторы не заинтересовываются, как бы, активно такими предложениями? Да, конечно, это не дешевое удовольствие, и когда мы представляем, значит, вот, наши объемы, значит, покультурно, вот, были моменты, значит, вот, интересовались некоторые инвесторы, но потом проработки уже в стадии данного вопроса, значит, вот, ну, пока желания большого такого нет. Но не сегодня, завтра этот вопрос возникнет, и я думаю, что найдутся инвесторы, которые, значит, начнут строить такой завод, тем более, тем более производство, какое у нас есть. Иван Васильевич, мы сегодня уже с вами наметили несколько аграрных рекордов, которые у нас прямо вот ожидаются в этом году, и по зерновым, и по сахарной свекле, но ведь всегда закладывается все заранее, да, уже сейчас нам нужно думать, что мы получим в следующем году, идет уже сев о зимах. Какие планы, сколько нужно посеять, изменятся ли посевные площади, или, может быть, вообще мы уже с этой задачей справились? Я хочу сказать, мы всегда ставили во главу угла сев о зимах культур. Почему мы это делаем? Ну, во-первых, сроки уборки, значит, вот, яровых культур и о зимах культур, они немножко разные, это первое. А второе, самое главное, что, самый главный хлеб, это все-таки о зимы, это прежде всего пшеница, и мы в последнее время научились получать в пределах двух миллионов тонн, значит, вот, это о зимы культуры. И всегда о зимы, и по урожайности, по урожайности, вот, они дают и по валу производству больше, чем остальные. Ну, достаточно сказать, что в этом году, когда мы убирали о зимы хлеб, то, о зимы пшеницу у нас, средняя урожайность, значит, вот, о зимы пшеницы давала 45-46 центнеров. Это отличный результат, это один из лучших результатов и в Центральном федеральном округе, ну, в том числе и в Российской Федерации. Мы в прошлом году ставили себе задачу 550 тысяч, мы ее выполнили, и к уборке, с учетом, которые там, часть пропали посевы зимой, у нас в пределах 500 тысяч было к уборке. И в этом году мы также, значит, вот, просили всех сельхозтоваропроизводителей, что надо нам держаться этой цифры, 550 тысяч, и надо и в этом году, независимо от погодных условий или конъюнктуры рынка, выходить тоже на эту цифру на 550 тысяч. Ну, с учетом всех погодных условий, хотел бы доложить, что на сегодняшний день, вот, на сегодняшнее утро мы уже 460 тысяч посеяли, вот, это где-то 83-84 процента, и с учетом того, что мы каждый день сейчас, вот, сеем в пределах, там, 17-20 тысяч, у нас есть реальная возможность до конца этой недели, то есть до воскресенья, в принципе, закончить все озимы. Почему немножко сдерживает сейчас? Мы имели раньше возможность сеять и 30 и 35 тысяч, потому что сегодня под озимы остались несколько поздней культуры, которые мы сегодня также ведем уборку, и сразу, значит, сразу их используем под все озимы культуры. Поэтому немножечко задерживаемость. Ну, я считаю, значит, вот, мы и те годы, значит, вот, в этот период еще сеяли озимы, а порой иногда в зависимости от погодных условий, которые складываются, вот, период сентября, даже чуть попозже, которые посеяны озимой, они бывают лучше, чем те, которые посеяли мы 27 или 28 августа. Поэтому мы просим сельхозтоваропроизводителей, вот, продолжать сев, но уже довольно-таки поактивней, и сегодня, с учетом того, что уже температурный режим немножко поменьше, вот, достаточно сказать, что сегодня ночью было 4 градуса, а днем там 10-11, ну, то есть, как бы, рекомендуем посмотреть внимательно по норме высева, то есть, с учетом похолодания, надо тоже эти вопросы отслеживать. Я вот эти дни объезжал районы, и вчера был на востоке нашей области уже озимые, вот, те, которые посеяли, те, которые под дождички попали, довольно-таки солидно выглядят, и просто, когда проезжаешь, значит, вот, и душа радуется, что у нас есть такие озимые в Курской области. Поэтому я думаю, что мы с этой задачей должны в этом году также справиться, потому что это наш основной хлеб, это 2 миллиона тонн зерна. Иван Васильевич, распределение пассивных площадей наших телезрителей тоже очень интересует, у нас есть еще один вопрос. Подскажите, пожалуйста, почему стали меньше сажать гречиху? У меня своя пасека, и я для пчел вынужден сам сажать травы, хотя раньше рядом с пасекой было гречишное поле, и у нас был прекрасный гречишный мед. Спасибо. Гречика-то дорогая на рынке, чего ж не сажают? Ну, сегодня каждый из сельхозтоваропроизводителей, значит, вот, смотрит на рынок, значит, вот, смотрит на ценовой мониторинг, значит, вот, это в первую очередь, хотя я хочу сказать, что гречка всегда продается, значит, по довольно-таки солидной цене, кроме ценового мониторинга, он еще и смотрит, значит, на чередование сельскохозяйственных культур, это тоже важно в структуре поселенных площадей, вот, но гречка – это ценная культура, не только для питания, будем так говорить, человека, но в том числе и для пчел. Вот в этом году, когда проводили выставку меда, да, вот, и многие пасечки привозили, значит, вот, довольно-таки много меда, который получен из гречки. Вот, мы сегодня рекомендуем то же самое сельхозтоваропроизводителям, учитывая, что это ценная культура, не снижать поселенные площади, значит, вот, гречихи, а в некоторой степени даже ее просто увеличивать, потому что, вот, всегда надеются, вот, и, будем так говорить, и пенсионеры, и другие славы населения, чтобы гречка была в магазине, чтобы она, желательно, была подешевле, да, поэтому мы и просим, и рекомендуем, чтобы площади, те, которые у нас сегодня есть, их просто-напросто не снижали. В этом году где-то в пределах 30 тысяч гречихи было, вот, сегодня еще убираем, еще 7 тысяч убирать гречихи, так что, я думаю, что в этом году будем с гречкой. Иван Васильевич, а для того, чтобы, вот, и крупные производители, руководители хозяйств, и средние всегда говорят, что их главная ценность – это люди. И только коллектив может им, помогает им добиваться хороших результатов. Но для того, чтобы коллектив и люди оставались в селе, для них нужно создавать условия, и вот есть целая программа на федеральном уровне устойчивого развития сельских территорий, Курская область активно в ней участвует. Вот даже за последнее время два очень серьезных объекта. В Жерновце, в Золотухинском районе, целую школу, замечательную, мне кажется, городские ученики могут позавидовать такой красоте. И в Курском районе построили фельдшерско-акушерский пункт по этой программе софинансирования из федерального бюджета. Планируем ли дальше привлекать вот такие федеральные средства Минсельхоза, или может быть, что-то уже строится по этой программе еще? Значит, эта программа будет продолжать работать и дальше, до 2020 года. По этой программе буквально неделю назад нас приглашали Министерство сельского хозяйства, Департамент социального развития села. Мне по реализации данной программы удалось встретиться с первым заместителем министром, мы обсуждали с ним также эту тему. Радует то, что сегодня в Министерстве сельского хозяйства говорят, что в Курской области по программе социального развития села Женовецкая школа получилась самая красивая. И они сегодня в Министерстве сельского хозяйства нашу школу показывают всем. И на сайте она есть. Она действительно замечательная. Да, и говорят, что это получилась школа самая красивая. Также и ФАП, и другие объекты. Программа эта будет действовать обязательно. Ну, в первую очередь, как нам сказали, также деньги будут выделяться на жилье. Деньги на жилье молодым специалистам и те, кто участвует в этой программе. Где-то такие же пределы и останутся. Нам сейчас выделяется в пределах 37 миллионов рублей. И мы каждый год 70-80 человек даем, субсидируем, даем финансирование для того, чтобы человек сам устроил, чтобы жилье семье или приобретал его. Это будет направление и дальше работать. А это безвозмездная субсидия или это какой-то кредит такой? Это безвозмездная субсидия. Е7 получает 600-800 и миллион, и больше миллиона. И достаточно сказать, что за последние где-то 10 лет мы выдали более тысячи человекам вот такой вот поддержкой. Это солидные и суммы, и люди нас постоянно в этом благодарят. Это первое, останется поддержка. Второе, остается также направление по этой программе и газ для сельхозников. И также вода остается. Мы каждый год там плохо или хорошо в пределах 20-30 миллионов получаем на воду. Ну и с учетом того, что хочу сказать по этой программе, нам активно помогает губернатор всегда и областная дума. То есть мы имеем солидное финансирование для того, чтобы объекты и водоснабжение также работать и делать на селе. Это вот третье направление. Также ФАПы остаются. Значит, это тоже направление довольно-таки солидное. И мы за последние годы вот в пределах десятка ФАПов открыли. Ну вот за школы вы речь завели. И хочу сказать, что мы вот за последних 10 лет через нашу программу в Курской области построили 6 школ. Средний школ. Красавицы, те, которые сегодня украшают села нашего региона. Кроме этого, вот с этого года, значит, вот раньше не было. А сейчас ввели некое направление. Это детские площадки для детей. Казалось бы, там и суммы небольшие, там в пределах 400 тысяч. Но с учетом финансового бюджета, вот в этом году мы тоже такие площадочки сделаем. Вот, и они будут работать. Это довольно-таки солидное подспорье. Сегодня по линии Министерства сельского хозяйства идут и сельские, и сельские дороги. Вот, в этом году у нас там в пределах 400 миллионов. И на будущие годы темпы, как нам сказал директор департамента, сбавлять не будет. То есть программа эта сегодня реально работающая, она и в этом году работает. Мы работаем с ним, активное участие. И с учетом того, проведенного совещания Министерства сельского хозяйства и моей встречи с первым завестителем министра сельского хозяйства, мы думаем, что и на следующий год мы сработаем активно. Ну, достаточно сказать, что мы уже и заявки представили Министерство сельского хозяйства. Значит, вот до 1 ноября мы будем уточняться по заявкам, и я думаю, что наши объекты пройдут и конкурсный отбор. И в следующем году мы также, как и в этом, примем в этой программе активное участие. В ходе беседы с первым заместителем министра и с директором я также обращал внимание, что у нас есть ряд объектов, еще и школ, которым мы могли бы заявляться, Министерство сельского хозяйства. Но вот пока на стадии вот таком, как я сказал, остается работа в данном направлении. Иван Васильевич, мы будем вместе с вами следить и наблюдать, как хорошеют наши села. Наш эфир, к сожалению, подошел к концу. И спасибо вам большое, что вы пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Я напоминаю телезрителям, это был прямой эфир программы «Власть. Открытая политика». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин